Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Суть заключается в том, что автор вопроса описывает ситуацию, в которой оказалась она и её молодой человек. Они, молодым человеком, встречаются 8 месяцев, а вместе живут 7. В первые месяцы всё было забавно, концертно-букетный период и активно проводили время вместе. Потом случилось заболевание, они переболились к коронавирусу. Это привело к определённым осложнениям, которые в купе с некоторыми задачами, некоторыми обязанностями и делами, автор вопросов, привело к тому, что на 8 марта оба они болели. Молодой человек имеет свои осложнения после коронавируса. А автор вопроса имеет свои осложнения после коронавируса. И на 8 марта они оба лежали. Молодой человек по словам автор вопроса спилил и начал говорить о том, что никакого развлечения, никакой интимной жизни и так далее. Но что автор вопроса ему возразило, что она его не ограничивает, что он может пить пиво, но ночевать тогда она будет у себя. Ну и в интимной жизни сейчас наблюдается перерыв, хотя по словам автора вопроса какой-то компромисс они всё же нашли. Правда здесь вот я не очень честно говоря понял. В любом случае молодой человек наяву жаловался, вот, и автор вопроса послушал его и решила уехать к себе домой. Поцелала его и ушла. Когда она ушла, она написала ему, злится ли он. На что молодой человек ей ответил, что он не так представлял себе этот день. Имеется в виду 8 марта. И всё с тех пор они молчат, автор вопроса не знает что делать, как себя вести. Он находится, по её словам, в подвешенном состоянии. Она говорит, что он во многом её поддерживал, всё ради неё делал. Он оплачивал много чего, ремонт врачей, ходил с ней, то есть принимал активное участие в её жизни по её словам. И соответственно, что теперь делать, автор вопроса не знает. На мой взгляд, проблема здесь заключается в организации ваших взаимоотношений. То есть она основана не на зрелости, судя по тому, что я могу видеть. Она просто в таком, знаете, хорошем время провожде. То есть, когда у людей начинаются проблемы, ну просто вот, когда начинаются сложности, да, когда начинаются проблемы, когда человек, ну грубо говоря, сталкивается с проблемой. Вот, с некоторыми вызовами, то это в общем и целом всегда требует что? Это требует эмоциональной зрелости, я бы сказал, да, в первую очередь. То есть можно говорить о том, что речь идёт о необходимости как-то зрело реагировать на ситуацию. Если отношения выстраиваются не на зрелости, а на хорошем времяпровождении, а люди сами по себе, ну не сказать, что зрелые, да? То, конечно, в таком случае возникают сложности. Поэтому я бы сказал, что здесь просто вы оказались не готовы к таким вызовам, вот, с которыми вам пришлось столкнуться. Ну, в частности, молодой человек. Если для молодого человека не свойственно, так скажем, вспыливать, да? Если для него более логично, более нормально реагировать поспокойнее, так скажем, то я думаю, что это можно в принципе списать на последствия коронавируса, который, который, в общем-то, ну, в известной степени, да, отличается в том числе тем, что люди действительно становятся раздражительными. Они действительно могут становиться раздражительными. Ну, вот. Кроме того, вы сами пишите о том, что и вас, в том числе, тоже бьют этот ситуация. Это первый. Первый момент. Так, второй момент, на который хочется обратить ваше внимание заключается в том, что, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вы как будто бы свои договоренности, да, вот вы как будто бы их, знаете как, знаете как, ну, как будто бы они у вас идут не из выбора, а из, скажем, долга, вот. То есть у меня не возникло ощущения, эм, такого, у меня не возникло такого ощущения, что эти договоренности являются продолжением, эм, того, что вам, ну, гипотетически хочется. Вот. То есть как будто бы все договоренности, это, эм, это компромисс, вот. Но при этом не простой компромисс, а компромисс как бы из-эм, ну, вынужденный как будто бы компромисс. Понимаете, да? И вот это, мне кажется, является серьезной достаточно, ну, достаточно проблемой. Вот. К сожалению. То есть, смотрите. Значит. Вы пишите, 8 марта, думаю, ну, полежи, дам себе отдых, ни о чем не буду думать. Вообще, я вас извелся. Вот, понимаете, да, как бы, то есть вы принимаете решение, э, э, вы принимаете решение какое-то. Но молодой человек почему-то об этом решении как будто бы не знал. Вот. И почему-то он, э, вот чувствует себя, э, ну, привязанным к вам. Вот. Очень, очень важный этот момент, что он чувствует себя привязанным к вам. Почему-то. Да? Почему-то. Вот. Почему-то на самом деле не очень, не очень понятно. И вот с этого как бы все началось. То есть, вы как будто бы в одной, словно говоря, реальности находитесь, а как будто бы в другой реальности находитесь. Вот. Ну, это, вот, на мой взгляд, как раз, э, э, та проблема, на которую нужно обратить, э, внимание, э, вот. Потому что это очень, очень, э, в данном случае важно. Если вы хотите, ну, скажем так, отношения свои сохранить, э, 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 молодым человеком. Вот. То есть, э, 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 как будто бы вы от него отстранились. Вот. Ну, возможно, это связано, как раз так с тем, что вы пишете, что вам ни для чего нет дела. Вот. Возможно. Возможно. связано с этим. Вот. Но, тем не менее, в какой-то момент вы себе, вот, вероятно, закрылись. Вот. Вот. А есть ли у этого причины, да, вот, у того, что вы в себе закрылись? Хороший вопрос. Как каждый из вас справляется с болезнью, да? Вот. Не менее важным является и то, как молодой человек справляется со своим заболеванием. То есть, как, ну, как он это переживает? Вот. Хорошо ли или не очень? Вот. Вот это тоже, вот, для вас, как будто бы, эм, ну, знаете как, стало неожиданностью, вот. Я бы так сказал, что молодому человеку, как бы, ну, может быть тяжело, вот. Ну, как-то так. То, что вы говорите про благодарность, да, конечно, хорошо, но благодарность может иногда довольно существенно снижать внимание к тому, чего хочу я. Я не говорю, что это напрямую ваш вариант, потому что я не знаю, но мне кажется, что вы из чувства благодарности вполне можете игнорировать то, чего вы сами, например, не хотите и, как бы, заставляете себя это делать. Ну, а молодой человек, эм, в принципе, легко может продвигать такую же модель поведения, как и вы. И, в общем и целом, опять же, из этого, на мой взгляд, довольно сомнительно может получиться что-то хорошее. Ну, просто, ну, просто потому что. Просто потому что. Эм, отвечаю на ваш вопрос. Значит, ваш вопрос. Я не понимаю, как себя вести дать им остыть или как-то по-другому себя вести реагировать. А как вам хочется реагировать? Вот, понимаете, вы, ну, чего, чего, чего хотите? Вот. Ну, сами. Как вам хочется реагировать? Что вы, что вы чувствуете? Я имею ввиду непосредственно к молодому человеку. Вы знаете, эээ, вы здесь проявляете, эээ, такой, аспект, я бы сказал, эээ, как недоверие себе. То есть, вот, когда вы говорите про то, что вы в подвешенном состоянии находите, это про недоверие. Это про недоверие себе как раз. И, эээ, как бы, штука в том, что если вы себе, эээ, недостаточно хорошо доверяете, то это может, эээ, быть, ну, на мой взгляд, эээ, системной проблемой. То есть, проблемой, которая, эээ, с, эээ, ну, ну, с определенной периодичностью, эээ, мешает вам, в общем-то, действовать, эээ, так, как вы хотите. Понимаете, да? Вот. Поэтому, поэтому и необходимо, чтобы вы, эээ, в какой-то степени учились, эээ, себе доверять. Вот. Чтобы, чтобы не было, вот, ну, такого, что вам, вот, тяжело находиться просто, эээ, ну, в подвешенном состоянии. Вот. И если у вас есть, эээ, с этим некоторые проблемы, то нужно решать, если вы себе не доверяете. Вот. Ну, вот. Вот. На мой взгляд, эээ, на мой взгляд, эээ, доверять, доверять себе необходимо, необходимо. Вот. Ну, понятно, что, эээ, на мой взгляд, эээ, крайне желательно, чтобы вы, эээ, понимали и знали свою, эээ, свою базу и всюду, с чего вы хотите. Вот. Если хотите, эээ, отношения сохранить, то это одно, если хотите, эээ, себе разобраться, там, другое, тут, 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 вот, нужно, эээ, исследовать этот момент. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Эээ, ну, очень важно, эээ, чтобы вы отреагировали, эээ, ну, всё, на эту ситуацию, да, как вы хотите. То есть, если вы, условно говоря, эээ, ну, чувствуете обиду какую-то, да, если вы чувствуете, эээ, там, ээээ, что вам неприятно, если вас это задело и так далее, то об этом нужно, ээээ, ну, это нужно проговаривать. Не в любом случае. Ну, вот. Потому что вас это не отпустит. Ну, вот. И, соответственно, заметить, что с вами происходит прямо сейчас, да, и написать молодому человеку, например, о своих чувствах. Вот. Вот. Если сложно, то есть, если вы, если вы затрудняетесь как-то вот, эээ, ну, разобраться, эээ, по себе, то, в таком случае, вы можете обратиться, значит, обратиться к психологу, да, и об этом с ним поговорить, решив этот вопрос. Как-то так, я думаю, можно, можно вам ответить сейчас на данный момент. То есть, эээ, скажите, пожалуйста, чем вызван ваш вопрос о том, как реагировать? Вы уже как-то реагируете? Это нормально. Но я бы обратил ваше внимание на то, что, эээ, то, как вы реагируете, судя по тому, что вы говорите, вы себе так реагировать. Эээ, как будто бы запрещаете. Вот. Вот так это выглядит сейчас. Если это, если это действительно так, то есть, если вы на самом деле запрещаете себе как-то реагировать, если вы боитесь какой-то своей реакции и так далее, и так далее, и так далее, то вряд ли вы можете быть собой, вряд ли вы можете быть естественным, вряд ли вы можете быть, ну, ну, самой собой, вот, и с этим нужно работать. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать на с собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь.